Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Обсудим очередной их видеоролик. Проблемы с поиском квартиры для украинки. Настя чудит беженца из Украины. Ну, Настя, как всегда, чудит. И не только Настя, да. Ну, значит, девки собираются встречать эту Таню, которая должна к ним приехать, да. Да. Поиск там где-то задерживается, что-то там с рельсами случилось, какие-то поломки. Короче, фиг чего и сбоку бантик. Ну, и дальше показывают, в чём они там одеты, что на улице холодно. Как бы Настя не замёрзла, Анька переживает. Та показывает, что она в тапках и носках. Интересно, она так на улицу попёрлась? Ну, я, в принципе, сомневаюсь, что она так попёрлась. Это она специально показала, дабы побольше комментов написали. Ну, и что? Дальше уже они стоят на вокзале все втроём. Слушайте, я посмотрела на эту Таню. Я даже убрала скорость. Я обычно на скорости смотрю и думаю, что это за чудо такое? Серьёзно, стоит, чавкает, эту жвачку жуёт. Вот. Неужели, если ты видишь, и ты такая прям умная-приумная, прям такая языковая, чуть ли не с высшим, супервысшим образованием, и стоишь, как жвачное животное, и с этой жвачкой не можешь расстаться и закрыть рот. А потом, как вытянула она губы, я, ребят, чуть в обморок не упала от таких чудес. И дальше Настя, ей так хотелось быть на фоне, видимо, этой Тани, круче. Она вся извелась и сдёргалась уже от зонтика этого, теребит, теребит эту верёвочку, в руках крутит, ёрзается и так крутится, и так крутится. Ей даже Аня сделала замечание, что ты привязалась к этой верёвочке от зонтика. Но ей же просто хотелось выглядеть по-лучшему. Дальше, значит, они там едут уже, получается, то ли в автобусе, то ли где они ехали, и рассуждают по поводу квартиры, что вот там неудобных столько вариантов просмотра квартиры, там одну там в девять часов смотреть, потом другую там ещё во сколько-то. Но надеемся, что договор будет подписан, да. И посмеиваются, и посмеиваются. Чё вы ржёте? Вот выглядят реально, как настоящие дурочки. Дальше зашли они уже в кафе, где продаются булки. Значит, это Таня, уже без капюшона. И дальше на фоне вот этой витрины, на фоне этих булок, она как затрясла своей гривой. Знаете, это не смешно. Это можно между собой, да, дурачиться. Вы там ржите, кривляетесь. Чё хотите, делайте. Ну, правда, молодёжь, она такая, между собой. Хоть там сходите с ума по-своему. И выглядите, как дурачки друг напротив друга. Но, вот знаете, в видеоролике, и Аньке-то это на руку. Ей на руку всякие такие чудеса, чтобы только обсуждали не её. Серьёзно, чтобы только не её обсуждали. Чтобы она одна осталась царицем. Ну, и, значит, дальше покупка кофе, булок. И Настяка сказала, что Аня ей не разрешает есть булки. О, как! Серьёзно? А чё это уже? Анька дошла до того, чтобы запрещать есть? Ну, в принципе, это правильное решение. Правильное. Правильный запрет. Нефиг есть эти булки, а то потом никаких денег на тоналку не хватит. Мажет, мажет и ничего не замажет. Чем больше она тоналки на себя накладывает, тем она нелепее выглядит, нежели с прыщами наверху. Глаза такие какие-то бледные, без туши для ресниц. Прям вот я не знаю, как будто она из болота вылезла. Ну и что? Да, начинается дальше спор, скандал. Я тебе не запрещала. Чё ты выдумываешь? Чё ты обманываешь? Таня, ты слышала? Не, не слышала. Ну и всякое такое. Вот ерунзистику снимают. Аньке нечего просто снимать. Похоже, она уже на радостях, да, что приехала Таня, и что есть кого поснимать, уже начала нести пургу. Но, знаете, выглядит это не смешно и неправдоподобно. Ну и, значит, Таня взяла кофе, девки ничего не стали брать. Ну, конечно же, это дорого брать на вокзале, булки. Ну и кофе тоже. Анька тут же сказала, что у неё живот болит. Ну да, хорошее решение, хорошая отмазка. Болит живот. Черешня и абрикосов наелась, и уже опять ей болит живот, когда у неё что не болит от еды в Германии. Уже я не могу просто, ребят. Уже у меня слов не находится. Ну, а дальше эту дамочку понесло на матюки. Дальше она сказала, что вот здесь я покупала вот этот банный-банный кофе, и Анька идёт сзади и говорит, что ж ты так матюкаешься? Ну, если ты знаешь, что она матюкается, зачем ты это выкладываешь в Ютуб? Зачем ты это снимаешь? Зачем ты людям показываешь это хамло? Ну, для того, чтобы и правда комментов больше написали. Какой ужас! Не зря мне мои зрители писали, что приедет Танька, она ещё та штучка, побухать любит, матерится как сапожник. Я же, в принципе, не видела эту Таньку. Я же не так давно стала девок обозревать. А тут да, вот она какая птица матерливая. Дальше, похоже, приехали смотреть какую-то там квартиру, и приехали на станцию, где такая тишина, нету ларьков, нету магазинов. И Таню это не устраивает. Ну, конечно, ей шум-гам подавай. А Анька уже как бабка говорит, зато тишина, птички поют, слышно? Ну да, Анька уже привыкла тухнуть дома вместе с Настикой. Пошли купили поесть, пожрали, поспали, траванулись вишней, абрикосами, чем там ещё, поблевали, и жизнь хороша, и жить хорошо. Дальше идут якобы по этой деревне, ну, как они выразились, да? Машины там гоняют, Анька возмущается, как всегда, и шо это такое, и шо это такое? Шо это такое? Машины, шо это такое? Её же всё не устраивает. Погода не устраивает, дождь, холодно, да, солнышко, нет, всё не устраивает в жизни. Это пипец. Танька Танькой, но стоит по телефону, и довольно-таки неплохо разговаривает по-немецки. А эти, как две чучундры, стоят, смотрят на неё, особенно Настя, смотрит и ничего не понимает, да, и, знаете, вот не имеет же желания даже понимать. Вот пожрать бы, да, вот бы потанцевать под бухлишко, и в магазинах потаскаться, и ничего не интересует девок. Уже давно бы и сами так разговаривали за два года. Ну, короче, дальше Анька рассказывает, что они там посмотрели эту квартиру. Квартира совсем-совсем не очень. Там в кухне ничего нету. Лампочек, то есть люстр. Лампочки – это в понятии Аньки люстры одно и то же. Тоже нету. Что там в туалете творится, Анька сказала, озвучивать не будет, потому что это ужас. Короче, главный эксперт Анька всё оценила. То есть Танька там жить точняк не будет. Но ей там предложили квартиру без пола. Ну, пола нет в квартире. И чё, девки сказали, и линолеум поселим, и ламинат положим. Прям мастерицы на все руки. Слушайте, а может они в каком-то там строительном колледже учились, а всем сбрехали. Ну, то, что сбрехали, понятное дело, будто они строители, а? Дальше, значит, Танька сказала, что это не вариант этой квартиры. До магазина далеко, надо машина, чтобы туда добраться. Ну, а если в общественном транспорте, то это с пакетом, с продуктами, туда-сюда ездить. Ну, наверное, она решила, что они с Настикой каждый день таскаются по магазинам за продуктами и думают, что и Танька такая любительница, да, накидаться, накидаться едой. Ну, и сказали, сейчас мы поедем там в другое место, может там что-то будет получше, что-то будет покруче. Видео закончилось. Не до свиданья, не прощай, ничего. Ну, а чё, зачем? Можно подумать, девки уважают своих зрителей. Хотя, слушайте, да, так здороваются иногда наши любименькие, прям любименькие, разлюбименькие и прелюбименькие. Ну, на самом деле, я в шоке от этой подруженцы, от этой одноклассницы. Чудо ещё то. Угу. Особенно в начале, как она выдувала эти губы, как она выпучив глаза, чмакала этой жвачкой. Ну, это нечто. Ну, будем смотреть продолжение. Но, повторюсь, Аньке на руку такой контент. Ну, а ещё, если бы под бухлишко, вот это был бы трешняк. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok